ребятушки всем привет всем доброе доброе утро всех вас целуем любим до луны и обратно ребятки я не пропала два дня до меня сколько не было на ю тубе почему не снимала заболела я мы какой-то вирус поймали в общем вирус поймали я эдик и алина но вирус такой быстро в течение двух дней на третий день уже как бы все ну да сегодня четвертый день получается и я сегодня уже все бодрячком а то у меня нос как у клоуна красный нос натерла и в общем и антибиотики эти дни пропила и нос пропала я горло что-то пропила и в общем все я в строю ножом нож возьми на строю камила сходила в магазин купила вон эдик вчера молоко привез ей сходила булочек купила вот такой у нее завтрак да как советские времена я помню тоже в детстве так утром нас посылали за булочками и за молоком молоко было в стеклянных бутылках кстати молоко было стеклянно ты знаешь камила раньше молоко пили в стеклянных бутылках а потом бутылки эти сдавали сдавали на эти деньги доплачивали и покупали опять молоко не поняла да что за система но ты молоко выпил остается у тебя стеклянная бутылка это вот эти мы сейчас выкидываем стеклянные бутылки собирались под молока потом их несли в магазин до сдавали доплачивали сколько там надо и опять покупали молоко поняла теперь а вот сейчас такого нету молоко выпил бутылку выкинул с тем булочки покупала булочки с шоколадом и так что я в строю девчата буду опять что-нибудь снимать если вам это интересно у нас только камила тут не переболела и тимур их не вне взял этот вирус только мы втроем ну знаете хоть и несколько дней но такую прям выматывающий выматывающая болезнь была один день я вообще просто в лёжке лежала у меня сил не было ноги какие-то ватные все такое да но антибиотики может быть я дольше проболела на антибиотиках я быстренько сегодня просто вот как будто ничего и не было да завернется туда я не вижу а потом уже видео выйдет смотрю очень поставила мясо варить вчера вот эти дни тоже я ничего не готовила потому что и не до этого было и болела вот а это надо что-то такое серьезно приготовить сегодня и тимур или приедут вечера но я еще пока не сообразила есть у меня одна идея может быть сделать жижик голныш как раз это мясо позволяет а может быть я передумаю я посмотрю к вечеру общем я придумала как раз мясо сварится к вечеру придумаю что это будет девчата опять напоминаю в начале ролика кто мне не может смотреть в ю тубе если хотите я есть в день и я есть в телеграм-канале я еще думаю может быть и гурту будет а как я это буду все успевать чуть целый день сидеть только ролики выкладывать ну посмотрим пока в день и в телеграме ссылочки оставлю в первом комментарии под видео в общем ладно пускай мясо варится пенку так сняла а потом к вечеру определимся что это будет может это вообще какой-нибудь суп будет а может быть жижик голныш потому что хорошие кусочки мяса здесь форму так девчата будем сейчас камилой мышь еще так и не оделись в школе и этот сейчас будем все школьное доставать но навряд ли все придется покупать потому что форма форма уже маленькая все маленькая это флану все все формы доставай эти все фартуки доставай мы еще не одевались одеваться будем только вот завтра поедем мы хотели чуть раньше но тут я болела тут еще обзор вышел но я в этом проблемы не вижу чё поехал и оделся сейчас дефицита нету тем более суббота школу только в понедельник школу только в понедельник идем и в общем сейчас будем вещи разбирать я тоже уже часть летних вещей поубираю часть летних уберу хотя у нас жарко еще шифонер под освободим это маленький это еще и в том году вот сколько их тут форм фартуки тоже маленькие потому что она уже в них как подстреленная будет и эта форма маленькая и и этот фартук маленький уже и эта форма маленькая давай все кофты все доставай все от кофты может быть еще и как раз будут все лишнее поубираем место пооставляем а вот этот костюм он кстати не маленький да тоже школьный костюм нравится тебе мне тоже нравится мне все нравится что гладить не надо и ненавижу гладить так кофты вот кофты до будут еще нет школьные доставай эту но это тоже давай сейчас все переберем шифонеры посвобождаем сегодня у нас генеральная уборка будет и спрашивали а где же камилен стол как это письменного стола нет стол есть мы его сюда позанесем в комнату почему стол я убирала я так даже девчата это сейчас я туда переехала со своим со своей торговлей в отдельное помещение а раньше я была здесь ну то в том до в том доме я была в старом там дверь открывала и мне видно было допустим я поставила ее стол в коридор потому что гришка мило читай а чё она там читает не читает кто видит в комнате здесь и она рядом со мной там стол стоял и то есть пока она там читала или уроки делала и мне было видно то есть раз но у меня там что спросит а вот здесь как а вот тут как и поэтому стол мы тогда вынесли а сейчас вот генеральную уборку наведем все помоем все поскладываем шифонеры переберем и я в письменный стол и и сегодня вечером эдик приедет занесем так вот это но это все постирана вот эта кофта а я не знаю это как раз это в том году покупали да это кофта как раз это кофта тоже однозначно как раз она и кстати я дело всего лишь несколько раз здесь рукав красивый такой но ее можно одевать только когда вот когда тепло а так под кофту не оденешь эти красивые рукава вот это кофта тоже как раз а шаровары твои да это я называю шаровары штаны эти широкие штаны тоже как раз в общем у нас только кофты и штаны все остальное надо завтра ехать покупать спортивная тоже до кроссовки тоже туфли тоже ну а чего не залито растут дети от и до давай короче весь шифонер доставай сейчас все 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 попере переберем сейчас я линина то что ли а колени тоже отвезем завтра уже такие вещи у него костюмы теплые там кардиганы какие то есть и этот а сложены твои костюмы но у них в шифонере вечного так вот это алинина полка и у камилы такая же полка пока не этот не разберешь там когда вот и говорю так сегодня уборка сегодня будем убираться все с шифонера все подостает все поскладывает а так все по закидывали да и все ну да я бывает иногда специально так мне сегодня генеральная уборка в комнату зайду не дай бог шифонере там что-то этот и она быстро шифонера все подостает все поскладывает а я беру и никакой уборки сегодня нет а это чудо соник а это папа что выиграл тогда на море давай давай пока я в глубь туда шифонера не залезла даю тебе возможность все это сделать самой ну это потому что мама складывала вообще-то это я складывала да ты но это колготки такое все это тоже к школе так давай тогда складывай все по стопочкам а я сейчас зайду и будем все разбирать перебирать все лишнее убирать складывать все что нужно оставлять общем и тут наворотили делов все же фанера подоставали но сейчас действительно там наверно половину все что уже и маленькое что убрать надо и олинины вещи то и какие отвести я девчата книжки тоже это камила на днях получили учебники им учебники дали и в общем завтра хочу взять с собой а потому что так тяжело вот смотрите вроде бы это да это самая длинная эти покороче и вечно обложки возьмешь не подходят и завтра прям возьму книги в книжной зайду и прям по книгам обложки по мере вот вот эти вроде бы длиной одинаковые вот одна толстая одна тонкая какую-то обложку возьмешь тоже не подойдет и общем завтра прям по факту прям в книжном магазине все это дело по мере мы завтра на целый день едем эдик будет этот на работе а у нас завтра целый день камеру камеру будем ходить одевать да а ты любишь модеваться в школе если долго не ходить а я не все-то терпеть не могу вообще когда вот в школе детей одевать вот это ходишь ждешь они же еще час там это ковыряются это нравится то не нравится еще портфель нам завтра надо взять хотя я могла взять портфель мы это черно-оптовый рынке сколько ездим но она они швейки какие уже и это тоже начала тимур с алиной все уже с дистанции сошли они сами одеваются обуваются а камила тоже уже начала да это нравится то не нравится так хочу не хочу думаю возьму этот портфель а она потом скажет а он мне не нравится давай давай складывай все складывай да все что можно вешать вешай а все остальное что не можно складывай смотрите помните был в одно время тренд хаги ваги киси миси дети игрались вот потом чебурашка пошел а сейчас вот что таба лапка таба лапка и у камила их много большую мы покупали на море по моему 150 или 200 рублей эти покупала она много разные у нее много на штук 6 7 есть магазине там где все по 40 что ли продавали и вот такие вот разных расцветок но на ощупь такие приятные вот как типа антистресс липучие такие но руки после них не липнут а вот когда трогаешь кажется что липнуть и даже вот такое ощущение как будто мокрая что-то такое как будто как лизун держишь вот и на вал берись и смотрю камила точно такая же таба лапка на вб продавали 750 рублей от мы за 150 до на море покупали в архипово сиковки за 150 выбрали за 200 вот эту большую таба лапку за 200 она вы бы 750 рублей с ума сойти и вот эти маленькие по 40 сколько у тебя таких подружкам привезла же туда подарила подружку короче вот сейчас дети чем болеют таба лапкой видите и вот так вот жмакать вот приятно растягивать ее да вот как будто липка хотя вот руки после нее не липнут а когда дотрагиваешься кажется что в что-то вляпался в какой-то этот прикольные такие таба лапки это сейчас тренда такой это вместо хаги вазить и семиси и чебурашки давай давай камила я тебя жду некогда нам доделывай там до складывай так девчата солдат спит служба идет сегодня у меня будет генеральная уборка с моим помощником сейчас он пропылесосит не я полы протру а мы убирали спасение раз когда когда уезжали на море я перед море вообще всегда когда перед поездкой я сначала вот ну люблю если куда-то едем я все про генералью все все уберу а потом со спокойной душой можно ехать ну и приятно конечно потом возвращаться домой когда у тебя чисто и вот это была моя последняя уборка перед поездкой на море и сегодня вот надо все это дело возобновить у меня и стиралка стирается и общем и шифонеры разбираются в общем сегодня все такое бытовое все по дому и этот и вот это как с моря приехали я вещи стирала и на диван сюда ну сниму с веревки на диван положу сниму с веревки на диван положу боже мой с утра как встала а тут вещи я думаю боже мой когда же я их это все разберу ну все разобрала все по складывала по шифонером все сложила и про себя думаю больше чтобы я столько накапливала никогда не буду столько накапливать вот сняла сложила и все и забыла а я все то ладно потом ладно потом сложу ладно потом сложу в общем больше так делать не буду давай дорогой работой работой ты тоже у меня давно стоял без дела убирала сейчас фотографии нашла тимур с алиной что они взять приклеили сюда 1 на 1 были фотографии склеились с ума сойти вот как будто это вчера было как будто это было только вчера это вот они ходили в школу и вот я пожалуйста уже два взрослых молодых человека как такое возможно но эта фотка это недавно а это тоже тимур и алина маленькие чуем тут поскольку у них с тимуром разница год и три месяца ну алине наверное годика два тимуру наверное три с лишним обалдеть поэтому с эдиком 10 девчата наверное килограмм ну сто пятнадцать наверное тогда весело видит мне кажется вообще не меняется мне кажется что видит вообще в одной паре здесь до килограмм сто пятнадцать а это алина тоже маленькая это вот где папахи продавали кто-то на нее эту папаху одел и вот так в общем сфотографировали а сейчас уже все целая девушка девчата видела такой лайфхак один показывали но это сейчас делать не буду сейчас просто хочу обернуть вентилятор и убрать его ну как бы наверно он уже не нужен нам жарко у нас еще ну такой прям вот прям пеклы как летом уже нет хочу его завернуть и вынести его в сарай до следующего года а вообще вот так вот пыль же собирается тогда в этих вентилятора я еще видела кто-то в коротком ролике где-то попалась уже смотрите берут через средство вот это для стекол прыскают его полностью весь ну как на мотор сюда не попадала вот выйти лопасти на эти лопасти и одевают вот так вот пакет завязывая это же личная проблема потом я каждый год иди попрошу я вроде к разбери не надо там надо там все помыть у этих вентиляторов но они у нас тоже летят знаете как эти это в этом году это новые уже те а те нет те детям на квартиру отдала я вру они рабочие этот и в общем смотрите побрызгали вот этим вот средством для стекол потом одевают пакет завязывают и вот здесь и включают вентилятор и получается он начинает крутиться и вот это вот вся пыль все что там скопилось а все выдувает вот сюда вот в пакет ну плюс не разбрызгивает тебе да а все в этот пакет все пакет снял и у тебя вентилятор чистый но у меня сейчас еще чистый потому что он новый вот а так я на следующий год надо будет не забыть попробовать тоже так сделать все равно ты хоть как его заматывай потом откроешь все равно на нем пыль будет я наверно и низ тоже также сделаю сейчас замотаю хочу чтобы не появился в сарае там пыль на у меня очень я жила вот это все я вот эти все лекарства тела это весь пакет единственное что хочу отметить для меня стало открытием я здесь антибиотики пила антибиотики акмам а максиклав а максиклав да и противовирусник осельта мивир вот и для меня стало открытием это все я не знала что брать в аптеку пришла и вот так и так я чувствую я уже вот заболела дайте мне что-нибудь это у меня все хорошо дала и у горло горло гланды вот это все начало болеть я говорю и вот горло начало болеть и говорю уже до ушей у меня доходит говорю есть чего-нибудь и она мне дала стрепселс вот для себя стрепселс леденцы и у меня прям знаете моментально ну после этих леденцов два часа есть нельзя и от леденец рассосала и у меня сразу и боль в горле прошла и гланды и все и то есть вот у меня горло не будет никак не беспокоило и вот надо будет запомнить вообще вот эти леденцы надо вообще уже скоро сезон начнется болезни надо чтоб они в аптечке лежали и балхам аж нету продавай-ка балхама не кинулись ни балхама нет ничего нету вот это тоже заматывая и уношу свеча то его в сарай запаковала и дайте чуть приготовила тут все время забываю камила ходит без сережек у нее одна сережка постоянно открывается выскакивает и завтра мастеровать несу чтобы он ее там как-то что-то подогнул согнул или что-то сделал потому что хорошо мы ее находим в доме а так потеряется где-то и пускай вот он сережку сделает заодно достала свой браслет уже бог знает сколько раз я его паяла тоже вот на грани уже рвется где застежка завтра тоже и браслет отвезу ему также приготовила наволочки я купила подушки 70 на 70 сколько лет мы спим на подушках 50 на 70 тут эти вот длинненькие я еще подумала может неудобно как-то может надо 70 на 70 короче купила эти две подушки и я спать не смогла мне такое ощущение как будто я сплю сидя эдик тоже смотрю откинул эту подушку и короче их новые опять убрала сложила туда на антресоль и этот в общем мы уже как привыкли вот на 50 на 7 70 для 70 для нас сильно огромное я не могу я и займу телевизор не вижу я ничего не вижу на ней спать неудобно и общем по убирала и приготовила девчата наволочки у меня под постельное белье ну вот это постельное белье а наволочки получаются 70 на 70 и завтра с собой возьму как раз завтра такой день завтра на целый день камеру одевать очень по магазинам и завтра в ателье отнесу вот эти вот наволочки пускай мне их перешьют на 50 на 70 вот и как раз можно будет этим постельным бельем пользоваться в общем готовлю сразу все сюда то и все могу это забыть и наволочки готовлю и книжки камере сейчас тоже сюда сложу чтобы мы завтра это все с собой взяли и к юлиру завтра зайти вот это вот тоже сюда все на стол уложу чтоб утром только раз машину закинул и поехал